здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня свяжем вернее свяжем девчонки сегодня такой мини мастер-класс скоростной я сделала объяснение не для новичков не по петельный мастер-класс так что сразу кто новичок можете выключить вот чтобы потом не жалеть о потраченном времени и так я связала этот комплект и решила что все таки его не надо оставлять без внимания и нужно сделать хотя бы хоть краткое объяснение описания спицы я использовала три с половиной миллиметра круговые потому что вязала я в круговую пряжа пряжа 230 метров 100 граммах всего 200 грамм 2 матка у меня ушло чуть меньше матка на шапку которые я добавила к снуду то что осталось от шапки я добавила к узор косы у нас в описании под видео есть этот узор так что найдете набор петель для резинки 1 на 1 для шапки и для резинки 2 на 2 вы найдете под видео вот далее сначала начну сос так для снуда у меня 140 петель это 10 рапортов если основываться везде и основывалась на узором этой вот косы то есть там рапорт 4 14 петель и 10 рапортов для снуда вот это у меня уже в разлетюженном составе видите я это эффект такой шире к низу и уже к верху я достигала только утюгом то есть после вязки я его разутюжила здесь я вот так вот сдвинула его и приложила утюг а здесь вот немножечко растянула вот всего лишь таким вот действием то есть я не добавляла никакие петли я всего лишь утюгом это откорректировала и в итоге у меня вверху получилось 23 сантиметра а внизу у меня получилось 31 сантиметр это я вам сказал потому что действительно снуд расширен внизу чтобы у вас не возникало вопросов это для для того чтобы он красивее ложился значит провязала я здесь давайте будем вот так вот я буду рисовать значит 8 рядов резинкой 2 на 2 вы кстати я вам советую сделать один на один потому что я сначала связала снут а потом шапка шапку начала резинкой 2 на 2 мне не понравилось вот я переделала ее перевязала на резинку 2 на 1 ой верни 1 на 1 поэтому у меня вот так вот такой вот разном вот вам же советую сделать резинку 1 на 1 чтобы везде было одинаково внизу у меня тоже 8 рядов резинки между так высоту так значит я сказала значит здесь 23 сантиметра ширина а здесь 31 сантиметр ширина высота высоту у нас вот 8 рядов резинки так 8 8 рядов резинки это у нас соответствует 3 сантиметров значит здесь у нас резинки 3 сантиметра 3 сантиметра а а самого основного резания 25 сантиметров 3 сантиметра это в сантиметрах я вам говорю здесь у нас 25 сантиметров коз и все девчонки вот вы весь снуд ничего сложного очень эффектно выглядит это козла коса дорого богата вот и я думаю что с нудом у нас все 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 в порядке вернем все понятно шапка 112 петель 8 рапортов рапортов косы набирала по видео значит резинкой так сейчас я вам измерить вот это вот количество петель возможно вам нужно будет один рапорт добавить или убавить тоже зависимости от того как какая у вас пряжа я вам ориентировочно скажу 18 сантиметров не в никаком состоянии то есть в свободном а тянется тянется много но тоже зависит от того как вы предпочитаете до 60 сантиметров тянется вот и и так 112 петель я тут буду рисовать снизу для шапки для вязания в круговую узор я объясняю как в круговую вязать высота так здесь у нас 18 сантиметров в спокойном состоянии запомним далее резинка 10 сантиметров и переходим на основную вязку здесь опять же меряем по себе меряем высоту от ворота сколько вы хотите меряйте высоту как бы здесь что вы хотите по голове либо с луковкой вот этой вот модная тут уже зависит по вашим предпочтениям я вам озвучиваю то что у меня значит 18 сантиметров до сокращения вот если я сейчас нарисую одну косу так ориентировочную да и вот здесь у нас 18 сантиметров ровного вязания далее мы будем сокращать сокращаем вот таким вот образом в каждом ряду здесь вот по краям косы я убавляла по одной петли коса у нас из 12 петель 10 8 6 4 и пока не осталось две петли потом я их провязала и случилось у меня одна петля смотрите здесь видно очень хорошо видите вот они мои убавления в каждом ряду пока не перешло в одну петлю там где я провязывала в одну петлю в том же ряду я провязала и вот эти две изнаночные которые у нас между косами тоже две вместе далее все петли стянула вот когда здесь я провязывала вместе вот эти тогда я провязывала и две вместе изнаночные то есть вот это вот коса у нас 12 петель потом 10 8 6 4 2 и 1 здесь здесь один тоже то есть такие вот таким образом я сокращалась стягивать совсем резко я не хотела чтобы не было вот здесь на макушке вон здесь у меня вот такая вот получилась макушка вот-вот и все девчонки я думаю я понятно объяснила сложностей особо никаких нету все шапки то вяжутся одинаково вот только разница в узоре да да в петлях в пряже все этот комплект я вам объяснила думаю вы довольны вот на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока